Ответ на тот свет отправили нижегородские полицейские. Они провели проверку и наказали нарушителя масочного режима по заявлению умершего два года назад человека. Оливтине Петровне Сажиной, если бы она сейчас была жива, было бы 104 года, но в возрасте 102 лет она умерла. Но сейчас на ее имя из полиции пришел ответ, где Оливтине Петровне сообщает, что по ее жалобе, поступившей в июле, провели проверку и наказали виновных. Нам пришло письмо на имя моей бабушки, в котором говорилось о том, что она была на рынке Заречным и увидела, что там продавец торгует без маски и перчаток. Но моей бабушке уже два года как нет. По ее жалобе было проведено рассмотрение по поводу того, что она жаловалась на отсутствие средств индивидуальной защиты на рынке Заречным. Нарушителей нашли, они наказаны. Но вопрос, как туда могла попасть моя бабушка? Два года назад она умерла. Ну, абсурд, конечно. Это кто-то просто сказал. Ну, чтобы закрыли, чтобы не было конкурентов. Я думаю, так. Чтобы рынок закрылась. То есть это просто конкуренты вы считаете, да? Удивительно. Видимо, либо 2020 год нам предподносят еще более интересные вещи, и у нас появилась некромагия, либо и на том свете нужны маски. В самом ленинском отделе полиции, который проводил проверку по жалобе, поступившей в июле от умершей два года назад бабушке, которой, кстати, и на рынке-то лет 20 не была, разъяснений не дали. Из вашего отделения пришло письмо Алифтине Петровне Сажиной с ответом на ее запрос. Но она умерла два года назад. Она, наверное, никаких запросов не могла сделать? Молодцы, вы сказали правду. Я не знаю, я не могу ничего сказать. Еще вопросы в пресс-службу ГУВД. За подписью Абрамова, вашего сотрудника, может быть, с ним можно поговорить? Мы сейчас до сих пор. В пресс-службе ГУВД заявили, что они вообще не принимали заявления от умершей. Как сообщили в полицию, эту жалобу к ним прислали из городской администрации. Обращение по факту нарушений указа губернатора Нижегородской области поступило в отдел полиции номер 3 управления ВД России по городу Нижнему Новгороду в июле 2020 года из администрации Ленинского района города. В установленном порядке о результатах проведенной проверки был информирован орган, откуда информация поступила в ОВД, а именно администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода. И для сведения лицо, анкетные данные которого были указаны в обращении. Кстати, в городской администрации интервью по данному вопросу давать отказались. Лишь сообщили, что жалоба от Алифтины Петровны поступила к ним на электронную почту. Тот адрес, с которого поступила эта жалоба, нам предоставили. Мы туда, конечно же, написали, но ответ пока не получили.